Межевание земельного участка. Пора или подождать? Как правило, про межевание вспоминают исключительно, когда начинаются земельные споры с соседями. С недавнего же времени данная процедура приобрела особую актуальность. Дело в том, что прогресс, как известно, не стоит на месте. И методы учета земельных участков тоже. Когда в нашей стране проводились масштабные межевые работы в массовом порядке? Правильно. В эру, когда спутниковые снимки проходили по графе, совершенно секретно. Да, в общем-то, гражданам эти процедуры никогда не были слишком интересны, поскольку права частной собственности на землю в СССР не было. Организации, ответственные за кадастровый учет, регулярно менялись, а способы обмера нет. Так и оставались долгое время от времен царя гороха, сошка и рулетка. Граждане мерили землю как могли и докуда могли. Главное правило – кто первый встал, того и тапки. Подобный бардак заложил в саму систему современного кадастрового учета мидну замедленного действия. Проблему усугубляло и то, что документы, подтверждающие право собственности на земельные участки, выдававшиеся на заре капитализма, не содержали никаких данных о том, где именно этот участок находится. Указывался только адрес и относительно генплана – площадь. С приходом в систему кадастрового учета систем спутниковой навигации ситуация в корне изменилась. Теперь границы можно определить и внести в реестр с точностью до одного сантиметра. В итоге тот, кто первый вызвал кадастровых инженеров и показал, где находится его граница, а затем подал данные в Росреестр, тот намертво свои границы и застолбил. А всем его соседям приходится уже отталкиваться от его границ. Теперь представьте себе, что ваши соседи справа и слева отмежевались, а вы – нет. И вот тут возникают неудобные моменты, когда оказывается, что де юре – ваша любимая грядочка, уже и не ваша. Нам известны случаи, когда соседи сдвинули свои границы так, что не оставалось и 600 свободных квадратных метров только на дорогу вылезать. Поэтому мой вам совет – не поскупитесь на эту полезную процедуру, чтобы потом не кусать локти. Как это сделать? Выберите компанию, проводящую кадастровые работы. Да-да-да, БТИ уже давно не монополист на этом рынке. А частники проводят работу дешевле, быстрее и качественнее. Стоимость кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, так юридически грамотно называется данная процедура в Московской области, составляет от 15 до 25 тысяч рублей. Кадастровые инженеры приедут на участок, проведут все необходимые обмеры и заодно скажут вам, не заехал ли на ваш участок кто из соседей. После этого вам надо согласовать границы вашего участка с соседями. Это можно сделать двумя способами. Первый – подписать межевой лист с владельцами смежных участков. Второй – подать объявление в местную газету и выждать месячный срок после публикации. Далее – сдавайте документы в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости. После того, как эти данные будут занесены в реестр, уже никто не сможет притязать на ваши границы. Также данная процедура обязательна, если вы хотите узаконить возведенный на участке дом. Как это сделать, вы можете узнать, посмотрев этот ролик. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите, чтобы все процедуры сделали за вас, обращайтесь. В компании Юрвиста есть свои кадастровые инженеры и юристы. Поверьте, мы в этих делах профессионалы. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!